Расскажите, пожалуйста, вообще, что произошло? Когда, как и за что вас вызвали на допрос? Откуда был звонок? Откуда именно был звонок, я не знаю, потому что немного растерялся, но позвонили в пятницу, это было 6 число, и сообщили, что на меня поступило заявление. Я, естественно, удивился, попросил пояснить по каким статьям там или что за заявление. И на что сотрудник, опять же, я, если честно, не помню, представился он или нет, но, по-моему, нет. Я процитировал отрывки из двух статей, то есть я могу делать вывод, что как минимум по двум статьям поступило заявление. Вот одно, это как раз был отрывок из Незнайки, причем сотрудник реально не понимал, что это отрывок из Незнайки. Он на полном серьезе читает там, а что, разжигаете ненависть к полицейским, селедочка спросила там, бух-бух-бух-бух, ну, совсем абсурд. И вторая статья... Расскажите, пожалуйста, вообще, что произошло? Когда, как и за что вас вызвали на допрос? Откуда был звонок? Откуда именно был звонок, я не знаю, потому что немного растерялся, но позвонили их в пятницу, это было 6 число, и сообщили, что на меня поступило заявление. Я, естественно, удивился, попросил пояснить по каким статьям там или что за заявление. И на что сотрудник, опять же, я, если честно, не помню, представился он или нет, но, по-моему, нет. Процитировал отрывки из двух статей, то есть я могу делать вывод, что как минимум по двум статьям поступило заявление. Вот одно, это как раз был отрывок из Незнайки, причем сотрудник реально не понимал, что это отрывок из Незнайки. Он на полном серьезе читает там, а что, разжигаете ненависть к полицейским, селедочка спросила там, бух-бух-бух-бух, ну, совсем абсурд. И вторая статья, там их внимание привлекло слово сочетание «Асад диктатор». Все, у них глаза кровью, похоже, налились. Вы имеете в виду, два поста, да, были объектом претензий? Ну, как минимум два. По крайней мере, да, вот из этих постов диалог из них состоял, да. Почему вы решили, что речь идет о том, что кто-то на вас написал заявление? Может быть, они сами там какую-то проверку проводили или мониторили ваш паблик? Может быть, сами, ну, просто по телефону сообщили, что было заявление. Я, опять же, не спросил от кого, каким числом, ну, потому что растерялся. Ну, по крайней мере, по телефону мне сказали, что было заявление на меня. А какое ведомство, как вы поняли, они представили, что это прокурор, следователь? Нет, не представили, просто они адрес назвали, я уже потом, через несколько часов решил проверить, что это. Я вначале сделал неверную заметку, что из полиции позвонили, ну, первое, что в голову пришло. Потом я проверил адрес Дзержинского, 8, это прокуратура все-таки оказалась. Ну, и как вы отреагировали? Вы пообещали объявиться на этот допрос с ними, поговорить, или вы не собираетесь этого делать? Ну, нет, я не то, что пообещал. Да, я сказал, что на выходных, к сожалению, не могу и зайду на неделю. Ну, то есть я пока в поисках адвоката. Что это за паблик? Его ведете только вы? Сколько там подписчиков? Чему он посвящен? Ну, я бы сказал, что это просветительский паблик. Там около половины постов вообще даже не политические. Сколько человек? Вот было 300 до всего до этого. Сейчас, я смотрю, уже 1100 почти. Михаил, сколько вам лет, если не секрет, конечно? 33. Я вижу, что в вашем личном паблике много постов, посвященных Алексею Навальному. Можно ли из этого сделать какой-то вывод, что вы являетесь его сторонником? Вы участвовали в его акциях? В акциях не участвовал сторонникам. Я не могу сказать, что, знаете, вот я там за Алексеем всей душой. Но, конечно же, я хотел бы, чтобы его допустили до выборов. Было бы, ну, нормально, так скажем. В любом случае, какие, как он, нужны сейчас. А как к нему относиться? То есть каких-то взглядов там правых, левых? Мне кажется, это не важно. Сейчас нужна любая, ну, более-менее серьезная, адекватная оппозиция. Вам напоминает происходящее в современной России мир, вот описанный в Незнайкиной Луне? Это было сатирано капиталистическое западное общество. Сейчас публикуете такую картинку, и она сразу вызывает нервную реакцию российских современных правоохранительных органов. Как вы думаете, почему? Так вот именно. Это значит, она получается, эта книжка, эта иллюстрация, она не мне напоминает нынешней российской реалии, а им в первую очередь. Наверное, они отчасти правы. В конце, по-моему, там все заканчивается революцией, которая приводит к смещению правящего режима с помощью новых технологий, завезенных друзьями Незнайки из земли. Вам не кажется, что для современной России такой довольно провокационный конец? Да, думаю, что нет. Провокационный конец в детской книжке написано почти, ну, не век назад, да, 70 лет назад. Нет, я не думаю, что это провокационный момент. Вы боитесь, что в России дело тоже может закончиться революцией? Боюсь, да нет, я не боюсь. Может, но может, но они же сами к этому идут. Они сами людей подталкивают к более активным действиям. То есть, вот, если взять еще пару лет назад, когда, ну, грохотала Украина, да, все посмотрели на этот Майдан, когда были кучи информационных выбросов. И всех идея сама революции, как бы, ну, была противна, что ли, да, сказать. То есть, все испугались, что, посмотрите, как у них. А сейчас время проходит, как бы, и на одном и том же уже спекулировать не получается. А никаких продвижений в позитивную сторону тоже нет. И, да, чем дальше, чем больше закручиваются гайки, тем более вероятен этот вариант. Как раз, возвращаясь на несколько лет назад, вы в интервью, которое уже успе передать, сказали, что раньше были на другой стране, и в том числе писали статьи для антимайдана, вели паблики ЛНР и ДНР, писали для Russia Today, для Live News. То есть, когда Майдан начинался, когда он победил, когда началась война, на Украине вы поддерживали российские власти? Да, да. Я не кричал, что там сжечь этих, да, ну, украинцев, так скажем, да, там бей, опять же, украинцев, спасая Новороссию. Нет. Все-таки более умеренно, но, да, безусловно, я был на стороне антимайдана, Крым нашего и всего такого. А как и в какой момент изменилось таким кардиальным образом ваше мировоззрение? Немного постепенно происходило. В принципе, началось все с того, что у нас была, так скажем, команда образовалась. Мы занимались различными исследованиями. Может быть, еще это даже было до знаменитого Ольгинского клуба. Занимались, допустим, изучением протестной деятельности в сети и вообще его масштабом. Для того, чтобы это изучать, нужно побраздиться самому в протестную среду. То есть, естественно, ты должен подписаться на кучу оппозиционных групп. И вот так постепенно-постепенно мое информационное пространство практически полностью изменилось. Хотя вначале было прям тотальное отторжение. Далее как-то некоторые вещи я стал замечать, что ведь действительно оно так. Я начал задумываться об этих всех вредных вещах, как свобода, слово, ну, знаете. И вот постепенно-постепенно я понял, что не на той я стороне. А вы писали, вы говорите, это было до Ольгинского клуба. На вас как-то вышли представители того же Life News или Russia Today или какие-то администраторы пабликов за Новороссию. Вы работали за деньги, правильно я понимаю? Да, смотрите, как получилось. Примерно в 2012 году я лазил по просторам контакта и наткнулся на одну группу, где набирали модераторов. Писать как раз на политические темы. В принципе, я предложил свои услуги. Ну, на тот момент это все бесплатно, естественно, было. И все, начал я в группе публиковаться. Постепенно именно на базе этой группы сформировалась некая команда. У нас было, наверное, 11. И один из этих людей, в принципе, главный редактор, он имел хорошие контакты с блогером КАСАД. Вот. И, в принципе, в кластер, наверное, групп из 15, может быть, 20 однотипных совершенно, Новороссия, ЛДНР, все дела. Они были под управлением этого самого КАСАДа. И нам предложили вести эти группы. Но эта работа оплачивалась как-то? Да. Да, эта работа оплачивалась 10 тысяч группа. 10 тысяч за что? За то, что ты ведешь группу. Ведение группы заключалось в следующем. Есть несколько сайтов, опять же, из того же кластера. И просто новости нужно было затягивать на таймер в течение дня в эти группы. Там каждые полчаса, каждые 40 минут, чтобы новость была. Ну, просто через таймер. То есть все посты в этой группе тоже писали вы? Нет. Вот в этих группах, которые за демешку, там я лично уже вообще ничего не писал. Я только делал репосты. Ну, не репосты, а копирование текстов и картинок с сайта. Потом в определенный момент они сделали это уже автоматизированно. И, в принципе, все. Наши услуги больше не нужны были. А расскажите, пожалуйста, как вы сотрудничали с Russia Today и с Life? Ну, не то, чтобы с ними сотрудничал. Просто периодически у меня брали, как это даже сказать, экспертное мнение. То есть я там выступал как некий эксперт-политолог. Вы просто человек, который вел за 10 тысяч рублей группу из репостов из других СМИ. Выступали как эксперт на Russia Today? Ну, да. Ну, как, я не только вел, в принципе. У меня есть довольно, ну, публикация, допустим, по Беларуси. Она дошла довольно высоко до администрации президента в лице Матвейчева Олега. То есть он там репосты делал даже на мою публикацию. Ну, я вообще занимаюсь этим всем примерно года с 2011. И как бы практически все свое свободное время трачу именно на публицистику. А в 2011 году вы были на какой стороне? О, в то время я писал немного о другом, и я не был ни на какой стороне тогда. Тогда я только начинал пробу пера просто о всяком. Первое, денежку за что я получил, да, за публицистику. Наверное, это как раз был, да, год 2000, может быть, даже 10-й сайт, уже точно не помню название, биржа статей. Там публикуются заказы, надо написать про то-то, про то-то. Средний заказ, я помню, тогда стоил примерно 1-1,5 доллара. Я нашел заказ, нужно было написать статью о негативном опыте общения с правоохранительными органами. Ну и вот, в принципе, я написал, и эту статью приобрели за, по-моему, за 7 долларов или что-то такое. Они, кстати, до сих пор там на бирже статей так и лежат, эти доллары не выведены. Вы описали какой-то свой реальный негативный опыт общения с правоохранительными органами? Или просто выдумали все? Ну, насколько он был неволен, да, насколько он был, ну, возможен, негативный. То есть там, в принципе, история была банальная. Сидели на лавочке, пили, пили, подошли сотрудники. То есть ничего такого. Ну, просто описал, как бы, в красках, в тонах, и вот ее забрали. Пока вы к какому решению пришли? Будете спокойно сидеть и ждать официальной повестки? Или найдете адвоката и добровольно явитесь? Да, да, я хочу найти адвоката и, конечно, явиться. Мне самому очень интересно, что же это происходит, ребята. Ну, вам страшно? Вы боитесь, что вас возьмут просто и посадят по 282-й? Ну, я, в принципе, понимаю, что это возможно на самом деле. Это абсурдно, но я понимаю, что да, это возможно. Ведь система, она же заточена именно по тому, чтобы сказать, она в оправдательных переговорах, сколько, не знаю, меньше 1%, да, по-моему. То есть если дело заведено, то, скорее всего, ты присядешь. Ну, может быть, там условка, да. Я понимаю, да, что это вполне возможно. Боюсь. Ну, не знаю, нет, на данный момент я не боюсь, по крайней мере, такого чувства не испытываю. Я так понял, что в вашем разговоре с представителем прокуратуры звучала фраза о том, что вы разжигаете этим постом из Незнайки на Луне ненависть к социальной группе полицейских. Это, в принципе, не первое далеко дело в России, где фигурирует вот это понятие социальная группа сотрудники полиции. Где-то эксперты говорили, что нет такой социальной группы, где-то все дело действительно доходило до реальных решений судов обвинительных. Вот вы как считаете, можно ли вообще сотрудников полиции сгруппировать в такую социальную группу? Я считаю, что это очень опасная инициатива организовать их в некую отдельную социальную группу. Ну, у нас и так в нем отношение к какой-то полуотдельной касте. А здесь то есть что, на законодательном уровне укрепить их особый статус еще какой-то? Думаю, что это недопустимо. Отношение к касте, это и в Краснодарском крае тоже проявляется? Да, по-моему, не только в Краснодарском крае, по-моему, по всей России. А в чем это выражается? Ну, это мое личное мнение. Ну, как? Ну, не знаю, это еще с каких времен пошло. То есть, как бы он не докопался, да, грубо говоря. То есть, человек не чувствует себя в безопасности, да, по большому счету, рядом с сотрудниками полиции, тем более, которые внезапно вдруг оказались рядом. А человек, наоборот, у нас все не думают, блин, как бы не докопались. Ну, о чем-то говорить. Опять же, судиться, да, допустим, какие-то личные безопасности, там еще куда-то сколько было таких историй. Или адвокаты государственные. То есть, ну, там же она система вся сама на себя работает. Действительно, как бы, получается отдельная каста силовиков. То есть, даже, наверное, не полицейских, а в общем всех силовиков.